Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня израильский дипломат Яков Кедми. Здравствуйте, господин Кедми. Здравствуйте. В отношении того, что израильский, верно, в отношении того, что дипломат, не совсем. Ну, вы ведь работали на разных должностях в МИДе Израиля. Такой факт вашей биографии, по крайней мере, отражен в интернете. Это отражено в интернете. Это не является фактом. Это является просто дезинформацией. Никогда в аппарате Министерства иностранных дел не работали. Вы работали и возглавляли спецслужбу НАТИФ. Это верная информация. Да, она не относится к Министерству иностранных дел. Она относится к канцелярии главы правительства. И эта спецслужба занималась тем, что вы вызволяли евреев из разных стран, которые не могли уехать. Так можно назвать ваши дети? Среди прочих, эта служба отвечала за репатриацию и связь всех евреев Восточной Европы с Израилем. Ну, вас можно назвать человеком спецслужб в контексте того, что вас нередко называют бывшим руководителем спецслужбы НАТИФ? Да, НАТИФ это была спецслужба в рамках израильского разведливого собственности. Я там служил и определенный период возбавлял. Но при этом вас еще можно назвать и военным человеком, потому что у вас достаточно большой боевой опыт есть. Насколько был. Я служил в армии, как все остальные. Я воевал в израильской армии. Я закончил то, что называется колледж национальной безопасности или что-то подобное на Академию Генштаба в России. Так что неплохо разбираюсь в военных делах. Как вы сегодня оцениваете происходящее в Израиле, отношение Израиля и Палестины? Какое у вас по этому поводу мнение? Я считаю, что объективно единственное решение нашего конфликта с арабами и Палестиной – это разделение на то, что на территории Израиля, которая была и до сих пор является на 5 июня 1967 года, продолжало оставаться еврейское государство. За пределами этой территории арабы могут создавать свое палестинское независимое государство или объединяться с Иорданией – это уже их дело. Но границы нашего государства должны быть по границам плюс-минус 5 июня 1967 года. Вообще более принципиальный ответ на этот вопрос, когда меня спрашивают, «А какие границы должны быть в государстве?» Я отвечаю образно, что границы моего государства для меня могут быть те границы, за защиту которых я готов, чтобы мои дети погибали. А за то, что я не готов, чтобы дети погибали, это не считаю, что за это мы должны бороться. Из этого и выходят, что границы должны быть более или менее границы 5 июня 1967 года плюс Западный Иерусалим, который является столицей Израиля. Влияние США в Израиле… Вы говорили в одном из интервью, что Израиль признает Крым российским, я цитирую вас, через пять минут после того, как российский Крым признают США. Насколько оно велико сегодня на территории Израиля? Вот именно настолько, насколько я сказал, в последнее время подчинение интересов Израиля американской политики становится все больше и больше. И в ответе на Крым, насчет Крыма я и выразил свое мнение по этому вопросу. Игорь Губерман, поэт, который живет в Израиле уже более 30 лет, он в интервью нашей радиостанции говорил о том, что у Израиля много врагов и соотечественников, которые живут за пределами Израиля и его критикуют. Вот вы согласны с этой точкой зрения? Я не знаю страны, у которой не было бы врагов. У нас врагов традиционно много. Часть врагов – это традиционный антисемитик. Это уже продолжается последние 2000 лет. Это нам не ново. Другая часть врагов – это государства, у которых есть политический конфликт с Израилем. Это в арабском мире, в усурманском мире. Но от того, что есть довольно много враждебных Израилю стран и людей, мне от этого не холодно и не жарко. Ну вот Губерман, уже мной упомянутый, он вспоминал Наума Хомского, и он его считает врагом Израиля, потому что, будучи евреем, он критикует политику Израиля. Вот как вы относитесь к таким внутренним диссидентам? То есть и внешним, наверное, даже. Ну, я Губермана Гаррика знаю очень много лет. И знал его и про него до того, как мы познакомились. Он человек искусства. Как человек искусства, у него есть определенная форма чувствительности к одним аспектам. И понимание, или меньшее понимание других аспектов. Он имеет право на выражение своих взглядов. Тем более, что он человек талантливый, и это делает талантливым. Даже если то, что он говорит, не всегда с этим можно согласиться. У нас есть звонок. Радиослушатель на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Яков Иосиф Иосифович, вы довольно популярный человек в Латвии. Очень приятно. Не знал. Ну вот, знаете, вас все с удовольствием смотрят и слушают. Не знаю, почему вы в Латвии не бываете. Въездной вы человек здесь или не въездной. Скажите, ну вот вопрос такой. Судя по вашим резким, так сказать, высказываниям в адрес латышей, во время, как они вели себя во время Великой Отечественной войны, в частности, в начале 41-го года, вы пристально следите за событиями в Латвии. Вот, скажите, пожалуйста, вот сейчас вот канун 75-летия, сейчас опять, так сказать, начинаются разговоры об оккупации, так сказать, если бы... Александр, задавайте вопрос, очень мало времени. Да, да, я вопрос как раз задаю. Вот вопрос, конечно, сложный. Ну вот во время, так сказать, если бы советская армия освободила бы латышей, а потом бы спокойно бы ушла, вот тогда бы, говорят, мы были бы очень довольны и жили бы сейчас, как в Финляндии. Как вы считаете? Спасибо. Спасибо вам. В Латвии была возможность жить, как в Финляндии, когда после распада Советского Союза не было Советского Союза, как в 45-м году. И Латвии никто не мешал проводить политику, как проводила Финляндия. Вместо этого Латвия заняла совершенно другую политику. Реваншизм латышского фашизма. И в Латвии были фашистские движения, особенно в период Ульманиса. И принятие резкой антироссийской политики. И непризнание вины латвийского народа во время Второй мировой войны, плюс восхваление нацизма. То, чего никогда не было в Финляндии. И при всем уважении финнов к Маннергейму, который воевал против Советского Союза, и он является отцом создания Финляндии, никогда не было антироссийской явной политики. Если бы и Латвия пошла по этому пути, она бы сейчас была бы совершенно в другом состоянии. Латвия сама выбрала этот путь, и она за него расплачивается и будет расплачиваться. В отношении оккупации Латвии советской армии после 1945 года, я хочу напомнить, что в революции в Советском Союзе одной из серьезнейших ролей играли латышские стрелки. Латышская Красная Армия из Латышей и латышские коммунисты были близки к тому, чтобы установить советскую власть в Латвии. Латвийскую советскую власть, не из России. Единственные, кто отстоял Латвию, это немецкие войска, которые были в Латвии. Они воевали. Плюс некоторое количество белогвардейцев, русских. Они дали Латвии то, что они дали, не дав установить там советскую власть. Потом латвийское правительство цинично выбросило всех немцев и вытерло, стерло из истории Латвии неоценимый вклад, который внесла немецкая армия в 1918 году с точки зрения Латвии в борьбу за то, чтобы коммунисты, латвийские, латышские коммунисты не пришли к власти. Так что во главе Латвии при советской власти стояли латыши, а не русские. И расцвет культуры Латвии, советской Латвии был намного выше, намного богаче, включая латышский язык, чем сегодня. Без того, чтобы унижали другие языки. И я хочу напомнить, вы вспомнили в Финляндии, в Финляндии каждый государственный служащий обязан знать шведский язык. Шведов там 10%. У финнов свои особые отношения со шведами, но не может быть в Латвии государственные чиновники, говорящие по-шведски. Это в корне отличается от языковой политики в Латвии по отношению к русскому языку. Еще у нас есть звонок. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Мы слушаем вас, да. Сделайте, пожалуйста, потише. Добрый день. Господин Кеддин. Сделайте, пожалуйста, потише ваш радиоприемник, пожалуйста. Господин Кеддин, то, что произошло с СССР, с ядерной державой, каким-то образом все-таки удалось разделить и разделить... Перезвоните, пожалуйста, мы очень плохо вас слышим. Телефоны прямого эфира, напомню еще раз. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Слушаем вас. Так. Еще у нас звонок, да, здравствуйте. Добрый день. Господин Кеддин, глубочайшее уважение вам. Слова уважения. Вы удивили, что Влад я их уважаю. С огромным удовольствием вас слушаю, лексика, риторика, аргументация, знания. И спрошу, может быть, не о самом главном, но о важном. Вот у Соловьева только вам, значит, Соловьев помогает, чтобы вы говорили и не орали, не стояло этого крика. Вот как этого удалось добиться? И подскажите вы Соловьеву, что опускает он сам себя из студии программу, когда орут по нескольку человек, 5-6. А вам еще раз просто глубочайшие слова уважения за все то, что вы высказываете. Очень интересно. Все хорошо. Спасибо. Я вам хочу сказать, что и в Израиле, и когда я выступаю по израильскому телевидению, и когда я был в армии, на всех дискуссиях никто никогда не пытался при мне хамить, помышать голос или мешать мне разговаривать. Так что это не зависит от того, говорю о Соловьеве или говорю на русском языке и в какой-либо студии. Ну, так я привык, я никому никогда не позволяю ни хамить, ни повышать голос, не мешать мне говорить. В Израиле к этому привыкли, в России я вижу тоже. Но отношения с Владимиром Соловьевым можно назвать ваши отношения с ним дружескими? Конечно, дружеские отношения у нас нет. Дружеские отношения, взаимное уважение. Так что одно другому не мешает. Но его поведение во время передачи, поведение достойно, по крайней мере, ко мне, я могу сказать это абсолютно, но не только ко мне. Достойно и вежливо человеку, который постарается правильно дать возможность вести дискуссию и всем высказать свое мнение. Владимира Соловьева называют одним из флагманов российской пропаганды. Сейчас мы наблюдаем, что идет такая информационная война. По крайней мере, так это преподносится между Россией и условным Западом, потому что Запад – это понятие неоднородное. Вот согласны ли вы, во-первых, с тем, что идет эта война, и согласны ли вы с тем, что Соловьев является одним из пропагандистов главных Кремля? В общем, прокладистская война ведется. Она ведется теми, кто считает себя более демократичными, на более мерзкими и недемократическими способами. Соловьев дает возможность выступить и выразить несколько точек зрения от трех до пяти по любому вопросу. То, что он отстаивает свою точку зрения, которая близка к официальной точке зрения государства, это не превращает и не объявляет его в то, что он пропагандист. Он высказывает свое мнение, а не потому, что он занимает какую-то должность. В такой мере, так называемых журналистов из New York Times или CNN можно с большим основанием назвать пропагандистом, причем пропагандистом не какой-то государственной точки зрения, а зачастую одной политической точки зрения. И пропаганду этой точки зрения они ведут самым бесчестным образом, затыкая рот другим, не давая другой альтернативной информации по всем вопросам, которые касаются как Соединенных Штатов, так и внешней политики. Израиль несколько раз ставил CNN на грань запрета их действия в Израиле после того, как они давали пропагандистскую, однобокую и фальшивую информацию о тех или иных конфликтах нашей ситуации с арабами, четко принимая точку зрения и ложь Хамаса или Хизбаллы или других альтернативных организаций. Так что, если уж пользоваться этими ярлыками, то пропагандисты на Западе намного более пропагандисты, чем Соловьев. Многие критики обвиняют... А отцаивание точки зрения своего государства – это не обязательно пропаганда. Многие из тех, кто критикует Соловьева, обвиняют его в том, что долгое время он был сторонником, скажем так, условно-либеральных взглядов, говорил о том, что, не дай бог, Крым будет присоединен к России, отвечая на вопрос одной из женщин в зале. Позже же он назвал этот день присоединения историческим днем. Вот насколько эта смена, скажем так, позиций, как вы ее оцениваете? Это его дело. Соловьев – взрослый человек. Он имеет право иметь свою точку зрения, менять свою точку зрения. В Израиле был известный человек. Он был и начальником генерала штаба, и министром обороны. И все его знают. Моше Даян. Я с ним был тоже знаком. Он, если можно сказать о евреях, он крестный отец моего старшего сына. То есть, когда делали ему обрезание старшему сыну после рождения, Даян держал его на руках. И вот у него была интересная фраза. «Только осел никогда не меняет свое мнение». Так что, если у человека в определенный период были те или иные взгляды, что они неправильные, можно посмотреть, а посмотрите вокруг себя, сколько людей поменяли свои взгляды за последние 30-40 лет или то, что они считали своими взглядами. Так что, это естественный процесс. Я своих взглядов не меняю только потому, что я считаю сегодня, мои взгляды так же правы, так же необходимы мне, как это было и 40, и 50 лет назад. Есть люди, которые пришли к выводу, что их взгляды были ошибочны. У нас еще есть звонки. Да, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. У меня немножко вопрос пошире. Вот Макеавелли в книге «Государев», он описывает, то, что он описывает, можно во многом применить к 20-му столетию. Войны, распад империи, распил мелких государств, диктаторы. Потом 21-й век, тоже не намного лучше. Но вот вопрос, неужели человечество за много столетий не извлекло из этого уроки, наступает на те же грабли и завершает те же ошибки? Тогда же люди начнут думать. Спасибо. Да, спасибо вам. Был такой английский военный историк Лиддгард. Он один из лучших военных историков в мире. Он как-то написал книгу, которая называлась «Почему мы ничего не учим из истории». Он относился более к военным наукам. То есть человечество очень туго и очень медленно выводит уроки из истории, из исторических ошибок. Но оно все-таки развивается, потому что попробуйте посмотреть на то, какие с нашей сегодняшней точки зрения бесчеловечные условия были сто лет назад и какие они сегодня. Может быть, это недостаточно быстро, но это больше наивно считать, что все разом вдруг изменится, и все человеки станут как ангелы Божьи. И вы женщины, я вам дам один пример. А когда женщины получили всеобщее избирательное право, вы помните? А что было с женщинами сто лет назад? Кстати, одна из первых стран, которая ввела всеобщее избирательное право, был Советский Союз, Соединенные Штаты потом. А последняя страна, которая ввела всеобщее избирательное право для женщин, это была демократическая, культурнейшая страна Европы, Швейцария, в 70-е годы прошлого столетия. Так что человечество меняется. Может быть, довольно медленно, не так, как нам бы хотелось, но меняется. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Добрый день. Господин Кедли, то, что произошло с СССР, может быть, считается, что еще более-менее это приемлемо для исторического пути. Раздел ядерной державы. Что сейчас происходит в Америке? Это гражданская война, когда идет она про развивающиеся. Вот скажите, вы как военный эксперт, возможен ли такой результат, что это будет дальше углубляться, вот эти конфликты? Какого тогда будет отношения военных? И какого тогда будет отношения этих военных экспертов, и мировых, и ваших, ну, к наличию ядерного оружия в такой ситуации? Спасибо. Спасибо. Если кто-то скажет, что распад Соединенных Штатов невозможно, значит, что ничего не учил из истории. Может быть, и такое развитие событий, учитывая расовые, экономические и другие проблемы в американском обществе и расслоения. Сегодня его шансы маленькие, но они есть. Распад государства, которое обладает ядерным оружием, это всегда проблематично и трагично. И придется тогда, когда это будет, если это будет, через десятки лет, придется к этому тогда те, кто будут тогда жить, относиться с большой ответственностью. Но такой вариант вполне возможен и очень-очень тревожен. А США чувствуют сегодня, на ваш взгляд, угрозу в отношении России, со стороны России, вернее? Потому что одна из ваших фраз в отношении этого была о том, что США не нужно питать иллюзией, вы сказали о победе над Российской Федерацией в гонке вооружений. Соединенные Штаты чувствуют угрозу своему нынешнему положению. Эксклюзивное положение, которое сложилось в результате двух войн, особенно Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты достигли абсолютного военного, политического, экономического превосходства во всех точках земного шара. Этот период уже кончается. И сегодня в новом мире идет процесс, который может вернуть Соединенные Штаты к ее естественным размерам. Американцы хотят беспрепятствовать этому и сохранить свое господствующее положение. И любую угрозу этому положению они определяют как угрозу самим Соединенным Штатам. Я не считаю, что это угроза Соединенным Штатам, но если какие-то страны будут опережать Соединенные Штаты в экономическом или другом развитии, тогда Соединенные Штаты просто будут менее диктовать свою волю и силу другим странам и более заниматься саморазвитием. Насколько они тогда будут успешны, мы увидим, но они этого боятся. Военные угрозы Соединенным Штатам на сегодняшний день ни у кого нет. Ни у одной страны нет территориальных претензий к Соединенным Штатам, в том числе и у России. Ни одна страна не готовится завоевать Соединенные Штаты. Пока после Второй мировой войны более 50 военных конфликтов в мире были инициированы Соединенными Штатами. Ни один из них не угрожал безопасности Соединенным Штатам. Еще у нас есть звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Знаете, русское образование в Латвии уничтожено под корень, под ноль, даже платное. Так что с этими господами все ясно. Мне интересует, как в Израиле, можно ли хотя бы платно получить на русском образовании или нет? Да, спасибо. Чисто русских школ в Израиле нет, но есть, например, мой внук, сын младшего сына, ему 5 лет, он и еще десятки людей, причем все их родители, это дети, приехавших из бывшего Советского Союза, они раз в неделю ходят в школу, то, что называется гимназия, и все занятия там проводятся на русском языке, примерно до, я даже не знаю, до 5-го, 6-го, 7-го класса, пока дети растут. И этот внук, который родители, которого родились в Израиле, у которого еврей родной из них, он учит и говорит на русском языке. Так что такая возможность есть. Чисто русских школ нет, потому что нет потребности. Человек, который закончит школу на русском языке, в Израиле, ему будет намного труднее функционировать в ибритоязычном государстве, лучше пусть он учит все на ибрите. А русский будет как дополнительный. Это в корне отличный от Латвии или от других стран. И я не зря привел пример в Финляндии. В Финляндии можете учить на шведском, сколько угодно. Шведы в Финляндии отлично говорят по-шведски и по Финляндии. Еще звонок у нас. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Господин Фермер, вот когда смотрю передачи с вашим участием, вот, я не знаю, меня лично вызывает большое уважение ко всему тому, что вы говорите. безаконизационное принимает. Ну, где-то так на уровне... Ну, не может, конечно. Что хотел бы сказать. Как коррелируются ваши высказывания, ну, вот, значит, у Соловьева, скажем, с позиции вашего государства. Второе. Я хотел бы спросить, где вы сейчас живете. И вообще-то я хотел бы сказать, что спасибо вам вообще. Просто так вот. Да, спасибо вам за звонок. Ну, большое спасибо. Очень тронут вашими словами. Я живу в Израиле. Все мои дети живут в Израиле. Я приезжаю в Москву. Время от времени на несколько дней для участия в передаче. Сегодня ночью я опять возвращаюсь в Израиль. Потом приеду на несколько дней в Москву и опять в Израиль. Я пенсионер, поэтому у меня много свободного времени. А меня никогда не интересовало, насколько моя точка зрения соответствует официальной точке зрения властей моего государства или политики моего государства. Когда я был на Соловьеве, мне вообще запрещено было высказываться в средствах информации и появляться в них. Там я соблюдал все ограничения, которые накладываются на работников спецслужб. А сегодня я высказываю то, что я считаю необходимым и правильным. И выражаю свое мнение, а насколько оно расходится и не расходится с мнением официально моей страны, но это меня меньше всего интересует. Кстати, на службе тоже я иногда выступал, входил в споры, но не политически, со своим начальством, с премьер-министрами, с которыми я работаю. Оставаюсь каждый при своем мнении и выполняю те указания, которые я получал от премьер-министра. Так что привычка, прежде всего, сформироваться в своем мнении и отстаивать его, она у меня осталась и до сегодняшнего дня. Слава Богу. Много у нас звонков, будем еще принимать. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер, Яков. Рада вас слышать здесь у нас. Вот видите, какой смелый у нас болтком. У меня такой вопрос к вам. Например, не все жертвы Холокоста установлены. Я точно знаю, потому что у меня был, к сожалению, был друг, ветеран и снайпер, и связист. Мой ш... Кац, вы знаете, как военный, что это за служба. И вот у него младший братик погиб вместе с родителями и старшими детьми, там, дедушками, бабушками. Но он до переписи не был, родился после переписи. Поэтому он в Вашем, этот, или как называется, музей в Вашингтоне, его там нет. Вот что делается для установления всех жертв Холокоста. Да, спасибо вам. Ну, установить все имена всех жертв очень трудно, потому что, если в лагерях еще была какая-то запись у немцев, тех, кто заходили в лагеря, у них бюрократия была такая, но во всех других местах и просто расстрелы военнопленных, все это шло без... Именно многие документы потеряны были, многие... установить погибших, это тоже тяжело. То есть, это тяжелая проблема. Единственное, что может за это помочь, сообщить все известные данные, если говорили об институте Яд Вашем, Яд Вашем просто сообщить им, что вот, по нашим данным, такой-то, такой-то, там погиб, там такие имена и прочее. Со временем все это будет восстанавливаться. И потом, я знаю по военному опыту, когда мне пришлось после войны опознавать погибших в наших боях наших танкистов, я знал, где эти танки погибли и как, но я не мог никогда по отдельным фрагментам тела установить, а кто этот человек был, и как они применялись во время боев, кто вот сидел на этом месте. Это была очень тяжелая работа потом восстановить, а кто погиб в этом танке. То есть, сейчас, в современной войне, можете представить, что было во время Второй мировой войны и во время Отечественной войны. То есть, это естественный результат войны и того, что происходит. И только передача всей информации пока еще есть, всех имен, может как-то помочь восстановить их память. Еще звонок у нас здравствуйте. Да, как вас зовут? Слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Юрий. И я, в общем-то, тоже являюсь вашим поклонником, очень часто слушаю вас. И у меня вот такой вопрос, он связан с Холокостом, потому что в общем-то, эта тема очень, ну, болезненная, для вас тоже болезненная. И меня интересует, почему израильское правительство, в общем-то, несколько халатно относится к этой теме, по крайней мере, по поводу тех государств, которые, ну, возьмем нашу Латвию, которая, можно сказать, покрывает посудников этого преступления. Спасибо. Я вам скажу, при всей той чувствительности, которая существует в нашем народе к катастрофе, к жертвам катастрофы, совершенно справедливо, политика это не всегда чистое дело, иногда грязное дело. Я очень часто говорил, что политика это более древняя профессия, чем та, которую считают самой древней. И очень часто чисто конъюнктурный политические интересы сегодняшнего дня не дают или заслоняют или извращают правильное поведение по тем или иным принципиальным вопросам. То же касается в отношении прибалтийских государств, в отношении Польши и даже в отношении Украины, хотя меньше, с осуждением их политики потворства и как бы возрождение памяти своих нацистских пособников и извращение истории и роли Красной Армии в войне. Ну, такова политика. Кстати, израильская политика не только в отношении нашей катастрофы является циничной. Так же, как американская, Израиль не признал катастрофу, геноцид армянского народа из-за политических расчетов с Турцией в свое время. Так же, как и Соединенные Штаты, поэтому это не ново в политике. И я могу отнестись только это с сожалением, с осуждением и испытываю стыд за такую политику своего государства. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Извините, пожалуйста. Да, Александр, вы уже звонили, мы, к сожалению, очень много звонков не можем второй раз принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей Рига, вопрос Якова Кедми. Скажите, пожалуйста, вот наш президент носит достаточно авторитетную фамилию Левит. Есть ли надежда на то, что в этот раз мы поборем всех слуг Мамоны? Благодарю, всего вам доброго. Вы имеете ввиду президента Латвии? Президент Латвии этнический еврей. На это, видимо, намекал наш радиослушатель. Ну, я не знаю, это принадлежность президента к тому, кто или другой национальности, другой религии, не определяет качество его как президента. Президенты могут быть разные и в других странах Европы, и в Восточной Европе, и в Латвии, и в Литве тоже были евреи, особенно в Литве. Президент был Ракошин в Венгрии, тоже коммунист еврей. Я не думаю, что происхождение национально что-то определит его политики, его взгляда. Иногда это мешает, потому что, как правило, те, которые принадлежат к другой национальной религиозной группе, когда они функционируют в другом обществе, они хотят быть, как говорится, святее Папой и доказать, что их национальность не влияет на их взгляды и тогда перебарщивают. Я с этим сталкивался тоже. Так что, какая политика будет в Латвии, это зависит не от того, будет ли ваш президент латыш, русский, финн или еврей. Это зависит только от его чисто человеческих качеств. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир программы Абонент Доступен Яков Кедми был сегодня с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Всего хорошего, спасибо большое. Привет и успехов всем.